Ты то, что МАСК за миллиарды долларов делал, ты сам сделал бесплатно? Ну не бесплатно, но за очень маленькие. Ну понятно, но не за миллиарды долларов. Никак нет. То есть МАСК нам не нужен? Нам нет. Имеющимся с ресурсом и способным... Ну это система работает по принципу старлинка, да? Так точно. Значит, возможности по предоставлению услуг связи здесь, помимо всего, предоставляется удаленный доступ к сети интернет. Чтобы было простыми словами, где-то в Минске точка доступа интернет. Она транслируется через станцию спутниковой связи, выходит сюда и через роутер Wi-Fi раздает этот интернет. Приветствую вас, друзья. Лукашенко, конечно, пелевинский персонаж. Если бы Белоруссия не подарила нам такого политика, его надо было бы придумать. Я вот совершенно не готов сейчас погружаться в детали этого белорусского старлинка и обсуждать, насколько он лучше или хуже оригинала. Не про это. Песня. Песня совсем не о том. Просто батька, вот он... Есть такое выражение. Умеет про пиар. Вот через я. Не пиар, а пиар, да. Вот, ну, просто красота. Нравится мне. Я не знаю, каково это жить в Белоруссии. Многие мои коллеги сетуют по поводу ситуации со свободой слова. Впрочем, но Лукашенко, это, конечно, персонаж. Я, кстати, в свое время был очень удивлен, когда беседовал с Милоновым три года назад про батьку. И он очень наехал. У него, потому что я считал, что они оба маргиналы в хорошем смысле. В хорошем. И мне казалось, что, ну, маргиналы всего мира соединяйтесь. Это было по поводу ареста бойцов Вагнера, задержания бойцов Вагнера в Минске. И Милонов назвал его слабаком. Впрочем, послушайте сами. Ну, вот акции, когда с задержанием наших граждан, 33 богатыря из частной военной компании были задержаны в Минске. Вы тоже считаете, что это какие-то игры или это оправданные меры? Я считаю, что Александр Григорьевич поступил как слабак. Просто как слабак. Недостойно. Ведь видно, насколько дешево его можно, ну, обмануть. Я боюсь произнести слово купить. Я не официальный спикер форин-офиса российского, поэтому я могу говорить свое личное мнение. Но это подлый, мелкий и трусливый поступок. Так себя настоящие лидеры не ведут. Это не позиция лидера. Это позиция испугавшегося человека. А трусов, трусов, те, кто обещали ему конфетки, не ценят первые. Первого, кого они уничтожают, они уничтожают трусов. Я говорю про тех, кто к нему ездил с западной страны в Белоруссию. Он совершает огромную ошибку. Ведь, да, есть точка зрения белорусов, что они там самодостаточны и так далее. Я так не считаю. Я считаю, что и русские, и белорусы – это абсолютно один и тот же народ. Вот мое искреннее понимание, что сейчас Белоруссия находится на пути исторического выбора. Если белорусы поймут, что эксперименты недопустимы дальнейшей над страной, максимальная интеграция с Россией спасет Белоруссию и ее идентичность, ее культуру, белорусскую молодежь и белорусское будущее. Вот это моя искренняя позиция.